МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Иван Магазинников. Эволюция. Прелюдия. Университет невероятных теорий. УНИТ. Кафедра соционики и прикладного моделирования. Значит, профессор, вы по-прежнему придерживаетесь своей теории дуализма социально-эволюционных процессов? Именно так, коллега, коллективно-бессознательные и индивидуально-конкурентные модели социума как нельзя лучше описывают почти все исторические процессы, идеально укладываясь в разработанную мною социально-математическую модель. Вы про свою формулу идеального общества? Третий голос бесцеремонно вмешался в спор двух ученых-теоретиков. Да-да, именно про нее. Она же не работает. Вспомните бунт на Крильских рудниках. Вы так и не смогли верно спрогнозировать его течение. Так ведь и группа повстанцев далека от идеального общества. Согласитесь. Но если дополнить мою формулу матрицы исключительных условий Рошара, то... Смотрите сами. Росчерк светового луча на доске вклинился в нестройные ряды цифр и переменных, добавляя новые символы, корректируя уравнения и вводя дополнительные элементы. Вот, обратите внимание на точку схождения мнений. И вот здесь, если эмоциональный фактор разложить на внешнюю и внутренние составляющие, то с учетом известных пси-констант с точностью до 96% можно прогнозировать акт дестабилизации. 34 погибших и трое раненых. Это... это же... Невероятно, да? Я провел анализ еще десятка подобных случаев. Моя формула работает. Вы уже пытались применить ее к текущей ситуации? К сожалению, да. К сожалению, увы, но с вероятностью 98,3% мы обречены. Наша модель общества не способна выжить в предлагаемых условиях. Тогда мы обязаны доложить об этом совету. На основании чего? Этого? Не смешите, коллега. Для них это просто набор непонятных символов, написанных группой безумных теоретиков. Нам нужна доказательная база. Эксперимент. Оформляем заявку, получаем грант. Мне ли вам объяснять, коллега? Слишком поздно. Мы не успеем провести полноценное исследование. Тем более, что нам мало подтвердить расчеты. Нужно еще найти и возможное положительное решение. Арендовать площади, заказать оборудование, набрать тестовую группу, создать все необходимые условия, опять же, организовать наблюдения, сбор и анализ данных. Это уйма времени и средств. А у нас нет ни того, ни другого. Профессор, насколько я помню, последние 10 лет вы провели в изоляции, изучая социальные феномены в полевых условиях. Да? Верно. Племена Акжалов. Уйти и кхаться. Так вот, за эти годы наш университет освоил новые методологии практических построений. Что вы знаете о виртуальной симуляции, профессор? Здание первого городского медкомплекса. Малоэлекционный зал номер 3. 7, 8, 9. Участники эксперимента все пребывали и пребывали. По моим подсчетам, выходило никак не меньше 20 человек. Неплохо. Впрочем, и деньги предлагали более чем приличные. А нам, студентам-двоечникам, каждый лишний цент на счету. К слову, студентов здесь было больше двух третей. Наверное, сказывалась близость весенней сессии. Самой сложной. В целом, контингент был привычным для подобных мероприятий. Студенты, несколько безработных, явно восточной национальности, наше черное золото, как шутил мой сокурсник Леха, двое откровенно бомжеватого вида мужчин. Выделялась разве что странная парочка, которая пришла вместе. Высокий подтянутый парнишка в военной форме с коротким ежиком волос и девушка, испуганно жмущаяся к его плечу. Судя по всему, он недавно дембельнулся, а она или сестра, или его девушка. Скорее, второе, потому что сестер так откровенно не лапают. Наверное, хотят заработать на съем отдельного жилья, чтобы без помех предаваться порокам молодости. Кстати, девчонка была хороша, вполне в моем вкусе. Здравствуйте, господа исследователи! Мои размышления были бесцеремонно прерваны голосом громкоговорителя. Угу, исследователи, как же! Говори уж сразу, подопытные крысы! Интересно, что будет на этот раз? Опять заставят глотать какую-нибудь дрянь, или слушать дебильную музыку, от которой потом неделю башка болеть будет. Я рад вас всех приветствовать на нашем необычном эксперименте. Из более полутора тысяч кандидатов были выбраны именно вы. И это не случайно. Бла-бла-бла, все как всегда. Сейчас начнет заливать нам про избранность, про важность участия в исследовании новейших разработок, о пользе для всего человечества. Впрочем, за такие деньги он может и матом наскрыть. Стерпим, как и все остальное. Главное, чтобы не было как с теми исследованиями бессонницы. Четверо суток без сна на холодном твердом полу, под дикие вопли чего-то отдаленно напоминающим музыку и при ярчайшем свете, бьющем со всех сторон. Я потом три недели в себя приходил. А на носу сессия, между прочим. Предстоит влиться, стать частью уникального сообщества и продемонстрировать свои лучшие индивидуальные качества. За каждым вашим шагом, вашими успехами и неудачами будут наблюдать наши специалисты. Вопросы? Мать! Я что, все пропустил? Эй! Хватаю своего соседа за плечо. А что делать-то нужно? Играть! Наверное, будем тестить какую-то новую игрушку, прошептал тот. Сколько времени продлится эксперимент? Просто я маме ничего не сказала, и если это будет долго, то нужно ее предупредить. Это встала девушка, которая пришла с военным. «Не волнуйтесь, это займет не более трех дней», отозвался громкоговоритель. «Обратите внимание, что для вас эти три дня превратятся в три месяца субъективного времени, которое вы проведетесь с несомненной для себя пользой. Мы называем это явление эффектом четвертой струны. Еще вопросы? А кормить будут?» Это уже интересуется умеренно бомжеватого вида дед. Впрочем, при таком образе жизни ему могло быть и не больше сорока. «Мы используем капсулы полного погружения. Внутривенное питание, внешняя стимуляция мышечной ткани, вывод отходов жизнедеятельности. Выйдите оттуда вы отдохнувшими, посвежевшими и богатыми». Дед довольно цокнул языком и поправил видавший виды шарф. «Давай, начальник, не томи. Мы все поняли, бумагу подпишем. В игрушки играть — это тебе не всякой дрянью себя травить или живых пауков жрать. Хоть молодость вспомню». Бррр. А у дедули, похоже, богатый опыт в подобных мероприятиях. «Пауков жрать! Это где же ему так повезло? У нас вроде подобным не увлекаются». «Сейчас вам принесут все необходимые документы, включая страховку, контракт и карты оплаты. Деньги на них появятся сразу же после завершения эксперимента». Едва голос стих, как дверь кабинета открылась, и зашли три санитара с подносами. Один из них положил передо мною стопку бумаг, ручку, пластиковую карту и поставил стакан с водой. «А это еще зачем?» «Запить — это чтобы голова не кружилась во время настройки капсулы». Только после его слов я заметил крохотную голубую таблетку рядом со стаканом. «Добро пожаловать в матрицу, Нео!» Усмехаюсь. Быстро пробежался взглядом по бумагам. Вроде все стандартно. Подписал, взял таблетку, покрутил в руках, понюхал. «А ну как это снотворное, а потом нас всех на органы, а?» Слыхал я про такие истории от постоянных участников подобных экспериментов. Вон, вояка какой здоровый! Впрочем, тогда и публика здесь была бы несколько иная, и уж точно не позволили бы звонить маме. Махнул на все рукой и сунул таблетку в рот. До стакана с водой я дотянуться уже не успел. В глазах потемнело, и голова вдруг стала тяжелой-тяжелой, словно в нее налили свинца.